В этом видео мы с вами добавим уже первый товар на Joomla в интернет-магазине Gridbox Store App. Это пятый урок, меня зовут Федор Васильев и давайте начнем. Ранее мы с вами создали в Gridbox страницу. Вот здесь вот страницу. Эта страница главная. Она может являться сразу интернет-магазином. Вот у нас главная страница, пока что пустая. Именно эта страница можете использовать как лендинг. Здесь какую-то информацию, слайдер можно повесить и так далее. А уже именно страница категория товаров я предлагаю сделать в следующий пункт меню. То есть главную страницу оставим пока как есть, трогать ее не будем. Вы, конечно же, можете эту страницу удалить, выделив ее. Если вы за мной повторяли в корзину, не делать вообще страниц, а сразу перейти к созданию интернет-магазина. И именно главную страницу сделать сразу выдачей товаров. Здесь уже на ваше усмотрение. Итак, как создается магазин? Сначала мы создаем... То есть мы с вами переходим в приложение, вот сюда вот продукт. У нас уже как бы магазин создан, и есть корневая папка, корневая категория, и вот это без категорий. Мы можем создать столько категорий, сколько нам нужно. То есть мы сейчас сначала создадем одну категорию и добавляем один товар. Дальше вы уже просто по аналогии будете все это делать. Чтобы урок сильно не затягивать, я буду вот так вот быстро показывать. Вот это у нас, это название магазина, я рекомендую переименовать. По шестеренке здесь кликаю, нажимаю настройки, альяс удаляем. Псевдоним ссылки, да? А вот здесь можете по-русски написать. Я пишу пицца. Альяс проставится у нас с вами автоматически. Дальше вы можете добавить изображение нашему магазину, да? Описание добавить. Здесь нажимаем вот на эту галочку. Видим, здесь у нас переименовалось название магазина. Теперь здесь у нас по-русски, видите, в списке приложений будет пицца. И также мы можем переименовать вот эту категорию. То есть вам надо сначала на листочке как-то создать перечень категорий, сколько их будет, как они будут называться. То есть вот я назову пицца 30 сантиметров, да? То есть в этой категории будут пицца такого размера. То есть вы уже смотрите абсолютно, как вам это будет больше нравиться. Значит, я ее вот вы видите переименовал. Мне для демо сайта, для того, чтобы вам показать, как что работает, достаточно просто одной категории. И вот теперь мы можем уже добавлять товар. Как его добавить? Вы кликайте мышкой по категории пицца, она подсвечивается синим цветом. То есть вы кликайте, выделяя ее. Когда она выделена, у вас вот здесь в углу появляется такая красная иконочка. Вы по ней кликайте. Всплывают еще две иконочки. И здесь есть цифровой товар и физический. Про цифровые товары у нас будет отдельный продукт. У нас сейчас сайт по созданию, по продаже пиццы. Это у нас, естественно, не цифровой продукт. Поэтому мы выбираем физический товар. В новой вкладке браузера открывается такая страница. Здесь вы пишете именно заголовок. Главный заголовок пиццы. Например, пицца с сыром. Или пицца с мясом, с колбасой и грибами. Как угодно. Я назову ее вот так. У меня есть название. Blue Cheese. Опять же, все названия я взял со сторонних сайтов в интернете. Нажимаем далее. Вот так вот у вас будут все выглядеть страницы по добавлению продуктов на сайт. Именно в интернет-магазин. Первое – это добавить изображение. Причем здесь два момента. Вот это основное изображение товара. А еще есть вот это изображение. По сути, то же самое изображение здесь загружаем. Оно будет показываться в разных моментах. В поиске, в корзине и во многих других местах. То есть пустым оставлять его нельзя. И добавляем одно или несколько изображений. То есть в один товар. Потому что вы знаете, скажем, если мы продаем одежду. Например, шорты. Они могут быть с разными ракурсами, с разными цветами. Естественно, мы добавляем их все. Там будет мини-галерея в продукте. Так как это пицца, поэтому фотография у меня здесь будет только одна. Я кликаю по этой иконочке. С компьютера выбираю нужное изображение. Кстати, для удобства вы здесь можете создать папки. И фотографии разбить по папкам. Но папки обязательно нужно назвать английскими буквами. Вот сюда кликаю. Создаем папку. По-английски пишу создать. Захожу в папку. И кликаю вот по этой иконке. Загружаю изображение пиццы с компьютера. Выбираю нужное изображение с компьютера. Выделяю его. Нажимаю открыть. Фотография загружается. То есть в формате JPEG. И по идее она должна потом автоматически сконвертироваться в формат WP. Здесь же я опять ее выделяю. И нажимаю вот по этому плюсу. Видим изображение здесь. Если необходимо добавить еще изображение, кликайте, добавляйте сюда еще. Также здесь есть возможность попасть в медиа-менеджер отсюда. Дублируйте изображение. Или кликнуть по корзинке удалить изображение. То же самое изображение я дублирую в правой колонке. Видим наш заголовок, который мы добавляли ранее. Псевдоним данного заголовка. Вводный текст это краткое описание данного товара. Вводите информацию о данной пицце. В эту область вы вводите полный текст данного продукта. Но я продублирую тот же демотекст. Какие здесь важные еще моменты. Внизу мы выставляем стоимость. Пока мы видим значок евро, но позже мы с вами настроим. И здесь будет значок рубли. Я выставляю цену сразу. Сниженная цена это поле. Сниженную цену, если у нас есть скидка, тогда вот эта цена будет на сайте перечеркнута. Артикул товара. Какой-то в наличии здесь просто мы можем поставить, например, 5. То есть цифры. Писать здесь нельзя. Обычно пицца в наличии это не указывается. Это обычно для одежды. Если мы продаем одежду. А другие элементы, как бэдж товара, мы поговорим позже. И эти опции тоже позже я с вами рассмотрю. Для удобства, если вам не нравятся вот эти английские слова, вы можете их здесь поменять на русский. Видите, у каждого блока есть английские слова. Если английский вы не знаете, вы можете просто скопировать. Смотрите, вот здесь есть такой переключатель. Переключаете. Теперь есть возможность здесь менять слова. Воспользуйтесь Яндексом-переводчиком, например. Вставляйте в поле слова. Здесь Яндекс переводит вам на русский. Это основная информация. Заменяете. Таким образом меняете все названия блоков. И потом обратно переключаете ползунок. Мы в этом уроке рассмотрели не все элементы добавления товара. Рассмотрим остальные элементы в следующих уроках. Здесь, на этом этапе, мы нажимаем Сохранить. Если мы пройдем вот на эту вкладку админки нашей категории, обновим страницу здесь, увидим добавленный нами товар. То есть мы можем в дальнейшем удалять его, редактировать, назначать в избранные. Здесь вообще в этой колонке будет находиться список всех товаров. То есть конкретно этой категории. Если я перейду в корневую, но я тоже здесь увижу категории. Соответственно, добавлять новую категорию добавляем по кнопке плюс категория. Давайте посмотрим, как это выглядит на сайте. Но для этого нам нужно вывести пункт Меню с категорией и с нашим добавленным товаром. Для этого мы с вами переходим здесь в меню. Майн меню. У вас будет то же самое. Нажимаем Создать. Заголовок этого меню. Я пишу Пицца. Здесь я ниже нажимаю Выбрать. Выбираем Гритбокс. Категория выбираем. Появляются новые поля. Приложение. Выбираем. Пицца – это наш магазин. Появляется еще одно поле. Категория выбрать. И выбираем нашу категорию Пицца 30 сантиметров. Нажимаем Сохранить-Закрыть. Видим в списке меню главную страницу. Ее можно переименовать, кстати, на русский. И Пицца. Теперь мы обновляем фронтальную часть сайта. Видим в нашем меню Главное и Пицца. Кликаем по Пицца. И мы уже видим с вами что-то. По сути, категория, где будут находиться пиццы 30 сантиметров. В итоге у вас приблизительно получится вот так, как у меня. Естественно, эта сама страница настраивается отдельно. Она у нас с вами еще вообще не настроена. Это будут отдельные уроки. Вот, кстати, глобально я взял фиолетовый цвет, как и хотел. Просто для демо-сайта. Кнопка, видите, уже фиолетовая. Соответственно, кликнув по Пицце или по заголовку, я могу попасть именно внутрь, в карточку товара. Естественно, здесь пока у нас ничего не настроено. Ну, в которой у нас уже что-то есть. Заголовок, рейтинг. Добавить в корзину. Пока кнопка не настроена. Цена. Соответственно, в отдельности мы настроим вывод изображений. У нас уже это увеличивается. Уже все работает. Таким образом, по аналогии, вы можете подобавлять сюда ваших товаров. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне. Узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Лендинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво. Можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил, вот здесь вот информация, курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретении данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo.